Всем привет! И сегодня на канале В Стране Чудес у меня будет вторая часть видео из серии Позор Соколов. Часть вторая. Официальное обращение. Это официальное обращение к бренду Соколов. Также я хочу обратиться ко всем своим зрителям и попросить сделать максимальный репост этого видео, чтобы все желающие покупатели бренда Соколов могли высказать свое мнение под этим видео, если у них есть вообще какие-то претензии к данному бренду. Если у вас нет никаких претензий и вы очень довольны, тоже пишите об этом в комментариях. Обычно по традиции я начинаю с плохого. Но сегодня я начну все-таки с хорошего. Если посмотреть на то, сколько у меня украшений бренда Соколов, а тот, кто смотрит мой канал давно, смотрит мои ювелирные обзоры, то в принципе можно сказать, что я являюсь фанаткой бренда Соколов. Уж не знаю, как у меня так получится показать. У меня очень, очень... У меня вот здесь одни только украшения от бренда Соколов. Здесь есть и серебро, и золото, и серебро с позолотой, и много-много всего. Вот это вот все, что вы видите вот в этой коробочке, это все, ребятки, я купила буквально за полгода. Это не за 10 лет, не за всю жизнь. Это за полгода куплены украшения. И у меня есть претензии к бренду Соколов. Самые большие мои претензии, конечно, к упаковке. И именно об этом мы сегодня поговорим. Но у меня есть и другие претензии, и поэтому я хочу официально заявить бренду Соколова о своих претензиях. Почему я делаю это видео? Потому что я неоднократно звонила на горячую линию бренда Соколов. Там очень вежливые девочки-операторы выслушивали все мои претензии и точно так же вежливо посылали меня в те магазины, где я приобретала украшения. Не хотят они никаким образом регистрировать никакие обращения покупателей. Абсолютно никак. И для меня это очень сильно удивительно и непонятно. Сейчас опять же я говорю, я обращаюсь в первую очередь официально к бренду Соколов. Если зайти на официальный сайт Соколов, я обязательно постараюсь на экран добавить видео с экрана вам, чтобы вы могли прочитать, то есть увидеть, прочитать. Дело в том, что на сайте Соколов есть такой раздел «Журнал. Новости компании». И там есть статья за 2017 год, где есть такие строки. Сейчас я их прочитаю, но я обязательно добавлю вам эти строки на экран, чтобы вы могли увидеть это своими глазами, что я это не выдумываю, что это действительно взято с официального сайта Соколов. Там есть такие строки. С момента своего появления на российском ювелирном рынке компания Соколов ориентирована на рост и активное развитие. Вот уже более 20 лет Соколов успешно следует своей миссии способствовать совершенствованию российского ювелирного рынка, улучшению качества обслуживания розничного покупателя и формирования культуры ювелирной торговли. После прочтения этих строк у меня возник вопрос. Уважаемые представители бренда Соколов, сейчас на дворе 2019 год. Ваши украшения я начала покупать, грубо говоря, с сентября прошлого года. Вернее, с конца августа. С конца августа, ну, скажем, с сентября 2018 года, и у меня возник вопрос. У вас сменилось руководство? У вас в компании что-то пошло не так? Что с вами случилось? И у меня вопрос. Почему? Где вот эта культура? Где она, культура ювелирной торговли? Если вы себя считаете брендом, ювелирным брендом, который еще и премии устраивает, тратит бешеные деньги на рекламу и много-много всего, ну, почему же вы к розничным покупателям-то относитесь с пренебрежением? Я сейчас вам все это объясню и расскажу. В принципе, вы можете посмотреть все мои обзоры. Я совершенно бесплатно, грубо говоря, на общественных началах, все это время снимала обзоры для своих зрителей на вашу продукцию. Все, что покупала, все показывала, все рассказывала, чтобы девочки видели. Кому что понравилось, кто-то пошел, купил. Ведь гораздо интереснее увидеть украшение вживую, чем, допустим, в компьютерной графике у вас на сайте. Ну, это крайне неудобно, когда вот просто картинка и есть хотя бы фотография вживая, уже совсем другое дело. Так вот, я, наверное, все-таки начну с некоторых претензий. Когда я получила первое свое украшение от бренда Соколов, мне его подарили в сетевом ювелирном магазине Diamond или Diamant. Я уж не знаю, как правильно вставить ударение. Соответственно, просто подарили кулончик от бренда Соколов. Я там сделала какие-то покупки, еще что-то. Показала девочкам своим. Да, потом и потом понеслось. Вот брошечка незабудки. Купила себе на день рождения. Потом еще одну купила. У меня очень много украшений. То есть я уже показала. Да, есть в золоте, есть в серебре. Еще у меня есть куча украшений. Вот прям с бирками, еще не снятыми. Что-то из этого станет призами на моем канале. Я вот прям делаю призы своим зрителям. То есть что-то только мое. Что-то я подарю. Что-то я разыграю на своем драгоценном канале. У меня много, много ваших украшений. То есть я не просто говорю, что я купила там какой-то один кулончик и разочаровалась. А у меня очень много ваших украшений. Просто вот немыслимое количество. Соответственно, когда я получила свое первое украшение, мне его упаковали вот якобы вот в эту брендовую упаковку. И многие, я могу вам сказать, очень рады, когда им вот в это вот упаковывают вашу продукцию. Вы знаете, лично я, я уже очень взрослая тетенька, я тоже радовалась первому конвертику, второму конвертику. Но потом меня это начало очень сильно раздражать. Как я уже сказала, я взрослая тетенька, мне уже 43 годика. Вот. И если честно, если честно, когда я начала покупать украшения в интернет-магазине Whiteberries, мне очень удобно там покупать, там, да, хорошие скидки бывают. Обычно приходят вот эти конвертики, вот они сложены вот прям вот так вот, вот в этом пакетике. То есть если вы смотрели первую часть, то вы видели, какие пакетики серенькие приходят. И там вот эта вот якобы брендовая упаковка, она выглядит вот таким вот образом. Так вот, вы знаете, вот когда она выглядит вот так, то у меня сразу ассоциации рождаются в голове. И они очень нехорошие, очень нехорошие эти ассоциации. Дело в том, что кто не понимает, у меня вот этого добра вот, они вот иногда приходят такие помятые, какие-то грязные, как будто бы на них вообще кто-то ел. То есть когда-то просто вот сложены вот так. У меня вот, я еще перед Новым годом сколько выкинула вот этого вот добра. Если кто-то думает, что вот это брендовая упаковка, то я так не думаю. Вы знаете, после того, когда у меня вот этого стало вот столько, и я вот не могу это назвать брендовой упаковкой, так вот об ассоциациях. Ассоциациях. Когда я вижу вот это, то у меня ассоциация только одна, что это упаковка вот для этого. Вот. Я надеюсь, что взрослые люди понимают, что это такое. Вот эта вот упаковка вот для этих вот изделий. Вот это то же самое. Я это так теперь и называю. Упаковка для презервативов. И я никоим образом не хочу никого обидеть, абсолютно никого. Ну, за что же вы так не любите своих покупательниц? Вы же понимаете, что украшения чаще всего дарятся на подарок. Ну, покупаются на подарок. И вот, вот когда, допустим, молодой человек девушке дарит что-то вот в этом, она что должна думать? Это намек на что-то? На бурную ночь или что? Это вы считаете брендовой упаковкой? Я считаю, что это какой-то такой брендовый пакетик. Но не упаковка. Это бумажка. Это даже не картонка. Это бумажка. Эта бумажка, мы последний раз мне что-то даже прислали. Вот она даже вот не склеена. То есть вот так вот. Вот так мне приехало это все. Вот оно. То есть это как называется? Это у вас называется брендовая упаковка. Я считаю, я уже свои мысли, свое субъективное мнение по данному поводу высказала. Что для меня есть вот это вот, вот это вот бумажное. То есть с бумагой у вас напряженки нет. Я понимаю, что штамповка вот таких вот конвертиков, это очень дешево и сердито. Но это не достойно бренда. Давайте все-таки перейдем к упаковке, к брендам. Поговорим в предыдущем видео. Опять же, если вы смотрели, вы, наверное, почитали комментарии и увидели, что многие мои зрители пишут, что китайцы бижутерию и то лучше упаковывают, чем Соколов свои брендовые украшения из серебра и из золота. Но я все-таки хочу еще поговорить немножечко, чуть-чуть о претензиях. И потом мы перейдем уже полностью к упаковке бренда Соколов. Вот эту вот брошечку я себе купила. Тоже, наверное, на день рождения, что-то я не помню, там что-то между днем рождением и чем-то еще. Золото 585-й пробы. Натуральные камни. Эта брошка мне приехала вот в этом вот китайском мешочке. На Алиэкспресс вот такие мешочки 10 штук стоят 50 рублей. Здесь нету никаких надписей, ничего. Вот эта вот приехала вот в этой упаковке. А дело в том, что на магазине, где я покупала, там есть ответы представителей бренда. Там кто-то спросил, а есть ли там петелька, чтобы носить эту брошку, как кулон? И представитель бренда написал, что нет. А она здесь есть. То есть у вас настолько представитель бренда некомпетентен в вопросах, что он даже не знает ничего о своих украшениях и вводит в заблуждение потенциального покупателя. То есть девушка, может быть, и купила, но официальный представитель бренда написал, что это не кулон, а это кулон. Вот понимаете, какие чудеса у вас происходят, бренд Соколов. Я не знаю, почему вы за всем этим не следите, почему вы это все не контролируете. И моя главная претензия, ну, так как видео долго, у меня сейчас садится аккумулятор, я его сейчас поменяю и продолжим дальше мои претензии. А далее случилось следующее. Под Новый год я заказала себе вот такую вот брошь «Снегирь». Я уже снимала тоже на нее обзор. Замечательная брошь. Но вот почему-то она не соответствует образцу. Дело в том, что веточка, на которой должен сидеть снегирь, она должна быть в белом золоте. А у меня брошь полностью золотая. То есть не соответствует образцу на сайте. Может быть, это какой-то лимитированный выпуск. Брошька зарегистрировалась на сайте по коду. То есть все хорошо, но почему-то с брошькой что-то не так. Вот вы мне объясните. Вот это вот некая виноградовая МС, отдел АТК. У нее со зрением совсем туго. То есть она не видит, что данное украшение не соответствует образцу бренда. Почему вот это украшение попадает в продажу. Я уже об этом говорила в обзоре. Может быть, мне повезло. Может быть, у меня какой-то лимитированный выпуск. Но, ребята, если вы делаете брендовые вещи, и они должны как-то выглядеть правильно, значит, они должны выглядеть правильно. Плюс у брошьки нет никакого такого элемента. Это золото. Но, в принципе, можно было бы продеть вот эту силиконовую ниточку вот здесь, через эту бусинку. То есть, в принципе, вот эту бирку, ее можно просто вот так вот снять. Просто вообще вот так снять. И все. Не разрывая ничего пломбы, ничего. Вот просто так снять. Ой, ой, и все. То есть, вот. Это, как бы, вы считаете, это тоже как бы нормально, как бы для золотого украшения. То есть, это норма, да? Хорошо. Далее у меня была до этого, опять же, лягушечка. Вот эта вот. Бирка была тоже просто повешена вот здесь вот на замочек. Хотя у данной лягушки вот здесь, в этом месте... Господи, боже мой, все с рук валится. Это меня уже проклинают представители бренда Соколов. Здесь есть место, куда можно было бы продеть вот эту бирку, чтобы она была несъемная. Но, тем не менее, бирка на эту брошку была одета просто так. То есть, ее можно снять, переснять. В общем, наделать кучу подделок. Как бы брендовые вещи. Я не считаю, что так должно быть. Но вот как есть, так есть. Возвращаю сейчас сюда бирочку. В общем, вот такие вот чудеса, ребята. Это мои личные претензии. Теперь давайте поговорим про брендовую упаковку. Как вы понимаете, еще раз повторюсь, любая упаковка брендовая, она как бы уже лицо компании. То есть, я вам, ваше лицо, основное ваше лицо, я вам показала и сказала, какую ассоциацию это лицо вызывает. Когда я покупала вот этот кулон в обычном ювелирном магазине, это серебро с позолотой, то есть, он не настолько дорогой, но, тем не менее, мне его упаковали вот в эту вот коробку замечательную, брендовую. Это единственная коробка брендовая, которая у меня есть. Сейчас в этой коробке я храню самую большую драгоценность от бренда Соколов. Мои самые любимые серьги с ситалами. Вот они, прекрасные, распрекрасные. Я их просто обожаю. Это просто шедевр для меня лично. Я уже показывала, у меня там вся коллекция этих сережек с ситалами. То есть, они покорили мое сердце. Действительно, украшения Соколов очень многим нравятся. Тут никаких претензий нету по дизайну, по прочим вещам. Вы знаете, если бы у меня была еще одна брендовая упаковка, коробка. Знаете, вот, как говорится, лепестками белых роз я коробку устилю. Вот только чтобы вот тут вот эти бы серьги хранились. Но вот она у меня вот одна единственная и неповторимая. И получена она в обычном ювелирном магазине. Никаком не сетевом, никаком не брендовом. Просто обычный ювелирный магазин в маленьком провинциальном городишечке. Вот такая вот история. Далее я опять же покупала золотые украшения. И вот эти два кольца, у меня был обзор. Вот эти два кольца, это золото 585-й пробы. Мне приехали в чем? Вот в таких вот мешочках из органзы. Вот это вообще дешман, дешмонский, понимаете. Вот в этом только китайцы присылают бижутерию. И то, мы сейчас об этом поговорим и поговорим о китайских упаковках. Мы сейчас поговорим. Вот самое дешевое какое-нибудь магазинчик, какую-нибудь недорогую бижутерию присылают вот в этой вот органзе. А вы, вот ваш партнер, магазин, Вальсберис, вы, как вы там это все с ними сговариваетесь, договариваетесь. Мне золотые кольца 585-й пробы упаковали вот в это. Единственное золотое кольцо, вот это вот с топазами, я получила вот в таком вот мешочке. То есть, вот это я считаю уже, да, брендовая упаковка. Очень хороший, достойный такой мешочек. Такой прям замечательный. И можно протереть, то есть, уже как салфеточкой можно попользоваться. Замечательный мешочек. То есть, вот из всего вот этого вот добра, вот, вот это все, что у меня тут накуплено, да, в золоте, в серебре, у меня только один мешочек и одна коробочка. Чудеса просто. Просто чудеса. И вот, вы знаете, я там много писала на сайте, возмущалась, что нету брендовой упаковки, плохая брендовая упаковка. Последнее кольцо, которое я заказывала, оно было же тоже в пакетике в сереньком. И когда мне прислали, ух ты, блин, коробка, наконец-то коробка. А вот, вот что эта коробка из себя представляет. Это просто коробка. Это кольцо с сеталами, с моими любимыми. То есть, вот в таком вот мне приехало. Спасибо, что не дали пострадать хотя бы этому кольцу. Потому что, когда приходят, допустим, серьги, вот такие вот, с подвижными элементами, вот совсем не хочется их упаковывать. Так, сейчас кольцо сниму. Совсем не хочется их упаковывать вот в это вот. Они там могут пострадать. Очень сильно пострадать. Но почему-то об этом никто и никак не хочет заботиться. В этом же магазине, в интернет-магазине, я не буду сто раз называть его название, потому что я его плохо выговариваю. Я заказывала малепусенькие кулончики. По 180, по там 200, по-моему, с чем-то рублей. Вот такие вот. Так, тут у меня цепочка лежит. Вот такие вот крошечные. Я снимала видео, обзор есть там с чеком, со всем на свете. Вот такая крошка, вот такой вот вообще кулончик. 180 или 200 рублей он стоил. Каждый кулончик, их было 4 по 2 одинаковых, был запакован вот в такую коробку. Вот в такую коробку. Вот эти кулончики, они бы никак не пострадали. Но они каждые были запакованы в брендовую коробку. Фирма как бы производитель типа российская. Но я думаю, что все равно там что-то такое китайское присутствует. Но, тем не менее, классные коробки. Спасибо этому производителю за то, что он хочет, чтобы его покупатели радовались покупкам. Теперь переходим к очень известному бренду. Да? Вот это вот коробочка китайская подделка. Кто знает этот цвет? Кто знает, что это за подделка, какого бренда, коробочки я имею в виду, тот сразу может сказать, а я Тиффани узнаю по коробке. Это подделка упаковки Тиффани. Номер один в мире бренд ювелирный. Кто вам мешает выпустить свои брендовые коробки, которые были бы узнаваемы? Я не знаю кто. И сразу же переходим к брендовым узнаваемым коробкам. Вот тут у меня коробки от китайского бренда. Все мои зрительницы, которые смотрят мои обзоры бижутерии из Китая, даже без названия могут сказать, что это за бренд такой. Почему? Что это за малиновые такие коробочки? Все знают, что это сюпинг. Сюпинг. Коробки просто обалденные. Мало того, что вот тут вот все вот это бархатное, если даже вынуть вот это, вот тут вот все бархатное, и вот тут еще поролоном проложено. И это не серебро, и это не золото. Это просто бижутерия. Бижутерия. Просто бижутерия. Очень дешевая, которая приходит с бесплатной доставкой. Упакована вот таким вот супер-мега способом. По осени я заказывала кулон. Стоил он 300 рублей по какой-то там акции, не помню по какой, который приехал китайский. Вот в такой коробке. Вот такой вот замечательный. Вот так вот здесь вот так вот отходит. Вот это вот картоночка. Но тем не менее, и все это было еще вот в этом вот бархатном, шикарном мешочке. Это что говорить так об этом бренде? Там дабл ринг какой-то не особо. То есть у меня одна единственная покупка. Дальше. Магазин Dream Carnival. Сейчас продает, вообще вот это отдельно продается, вот эти вот мешочки с купончиком раз в месяц. Можно купить три вот таких мешочка за 30 рублей. То есть мешочек 10 рублей. Шикарные, классные мешочки. Очень качественно пошиты. Мне, например, очень нравится, что они вот именно вот такие вот закругленные. Это делает их дорогими и богатыми, потому что, насколько мне известно, у Тиффани точно так же сделаны. То есть не квадратики какие-нибудь, а вот именно закругленный низ таким мешочком сделан. Если говорить о брендовых упаковках. Если вернуться к ювелирным брендовым упаковкам, к нашим российским, вот у меня есть две брендовые упаковки от Платины Кострома. Брендовая упаковка. Кулон в золоте. И брендовая упаковка. Брошь в золоте. Платина Кострома. Украшения куплены в обычном ювелирном магазине. В простом. Если говорить дальше о китайских брендах, магазин Сантуза присылает вот в таких вот бархатных мешочках, очень по качеству похожий вот на этот мешочек. Вот они один в один, только что цвет разный. Вот. Ну, вот как-то так. И сейчас я вам предлагаю посмотреть видео распаковки из магазина Ксупинг. Ну, я называю Ксупинг. Все-таки он Сюпинг. Вот. Не буду коверкать. Я предлагаю вам посмотреть распаковку вот этого Шармика. Замечательного. Вот этого вот прекрасного, распрекрасного. Вот тут у меня сейчас. У меня просто снято сегодня. Вот только приехала. Я сняла распаковку. Я предлагаю посмотреть небольшую распаковку из магазина Dream Carnival и подумать на тему по поводу обслуживания розничных покупателей. И я думаю, что все мои зрительницы подтвердят, что некоторые магазинчики китайские ну, хотя бы вот в такой вот самой дешевой коробочке иногда присылают сережки, колечки. Ну, хотя бы вот в такой. Вот поверьте мне, что вот это вот это выглядит гораздо достойнее вот этого. Понимаете разницу? Ну, что вам стоит бренду на заказать вот таких хотя бы коробочек со своим брендом, чтобы вот так вот вот так вот не позориться. Так вот, я еще забыла сказать о том, что вот эта брошь в золоте снегирь она мне пришла просто в зип-пакетике. То есть не было ни органзы, ни хотя бы какого-нибудь китайского пакетика. Было просто зип-пакетик. Точно так же, как и ящерица из предыдущего видео было просто вот в таком вот зип-пакетике. Золотая брошь от бренда Соколов. И вы говорите о какой-то культуре. Да, культуре. Не хуже, как в том фильме. Василий Иванович меняет профессию. А еще боремся за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. Это же кошмар! Кошмар! Все-таки посмотрим распаковку китайских брендов с бесплатной доставкой из Китая. Упаковка от магазина Dream Carnival. Серьги традиционно запечатаны брошюрка по уходу за бижутерией. Обязательно на русском языке здесь есть. Есть на русском языке вот уход за ювелирными аж за ювелирными изделиями. Вот такая вот. Для особо одаренных в картиночках все. Так что можно что где использовать. Морская вода запрещена, бытовая химия запрещена. Желательно не спать и не заниматься спортом. Собственно, потому что соль окисляет металл очень быстро. И салфеточка для протирочки украшений. Традиционно всегда присылается с украшениями от магазинчика дрим карнавал. Серьги. Серьги-гвоздики. Смотрите, как упакованы. Вот это специальная штукенция, чтобы не погнулись гвоздики. Моденчейна прям в вакуумной такой упаковке прям что-то футынуто. Скрываем. Скрываем, чтобы никакие микробы сюда не проникли, чтобы товар доехал. Вау! Вау! Качество, конечно, офигенное. Интересно. Такое чувство даже похоже на натуральный жемчуг. Качество прям офигенное. То есть вот и тут-то прям заклеено-то вот так вот. О! Запасные швензочки есть. Вот заглушечки, вернее, они швензочки. Запасные заглушечки. На заглушечках, я так полагаю, прописано что это 925. Ох, какие здесь хорошие вообще. Прям качество такое. Ну, прям тут прям качество-качество. Здесь вот так, а здесь вот вообще серьги бомба. Блин, такое ощущение, что это натуральный жемчуг. Интересно. Не проверить. Вот жемчуг, кстати, если кинуть, он отпрыгивает как мячик натуральный жемчуг. Но серьги супер-мега зачетные. Вот это просто порадовали. Дрим карнавал удивил вообще. В принципе, всегда были хорошие украшения, но тут просто вау. Либо это такая офигенная имитация жемчуга, либо это реально натуральный жемчуг. Не знаю, ничего не могу сказать точно, но серьги супер-мега зачет. Супер-мега зачет. Офигенное качество, просто бомба. Вот вам и бижутерия из Китая. Так. Тянутесь посмотрим. Всё шеврот на выверот. Так. Подарки сейчас посмотрим. Подарки. Ещё вот куча подарков. Куча, куча подарков. одинаковых подарков. Вау, какие серьги классные. Так. И здесь то же самое. Точно то же самое. Солить можно. Спасибо. Так. Слонопотам. Колячка. Девяточка должна быть. Девяточка. Девяточка. И самая главная красота. Вау. Ох ты какая ж ты красота. В этой посылке у меня бусина шарм стеклянная с серебряной вставкой. Стоила на момент покупки 746 рублей. И с купоном от продавца досталась мне за 392 рубля с бесплатной доставкой из Китая. Купленная естественно на Алиэкспресс. Сейчас посмотрим как китайцы упаковывают свою брендовую продукцию. Свои брендовые украшения. Снимаю специально все как есть. То есть достаю все вот из пакета все как есть. Все в пакете больше ничего нет. Посмотрите. Это брендовая упаковка из Китая. Я не знаю как называется эта фирма правильно. Но вот есть офигенный такой пакетик. Я бы даже сказала круче чем у Ксюшки. Дальше вот такой вот конвертик с каким-то даже тут еще какой-то купончик дополнительный на 5 долларов. Девчонки сканируйте. Так дальше что у нас здесь в этом мега конвертике в этом мега конвертике что-нибудь на русском есть. так Атене предлагает захватывающую увлекательную коллекцию украшений которые открывают бесконечные возможности дизайна. Так вы можете комбинировать части из нашего ассортимента чтобы создать уникальный внешний вид который в ретро так каждая часть ручной закончил серебро муранское стекло 14к и 18к ну что же посмотрим то есть вот есть информация на русском языке я надеюсь что все это видно вот так вот позаботились дальше что у нас здесь прям все такое вау прям вы знаете маркетологи бренда Соколов я уже думаю нервно грызут ногти и курят в сторонке это салфеточка для ухода за украшениями вот такая вот класснющая прям прям вау девчонки мальчишки я прям писаю вау ну слушайте вот эта салфетка просто круть она более плотная чем вот я вам показывала салфетки да вот вообще вау представляете себе это мы еще не видели украшения а мы уже вау вау ну что же давайте посмотрим что там в коробусечки вау коробочка тут то такой пакетик зиповский такой классный я так люблю вот эти пакетики вау да я даже не сомневаюсь в том что это серебро потому что сделано с радированным покрытием так бусину достаем достаем все тут прям вау офигеть у меня нет слов это шедевр бусина сделана идеально нигде никаких никаких ни сколов ничего обалдеть вот прям брендовая брендовая вещь ну все ребята китайцы просто рулят за ну грубо говоря за 400 рублей бусина вот со всякими прибамбахами вот это даже заказать кому-то подарить в подарок вот это будет не стыдно у меня просто нет слов у меня нет слов вот это вау просто вау плюс я еще вдобавок по всему этому счастью получила купон сейчас его отсканирую и сделаю себе еще один заказ из этого магазина без всяких сожалений я в шоке сейчас пойду посмотрю что у них есть обалдеть круть я надеюсь что я очень ясно и доходчиво объяснила представителям бренда соколов все свои претензии и я думаю что это не только мои претензии это претензии очень многих очень многих покупательниц которые бы хотели получать брендовые вещи в брендовых упаковках я не знаю устроите конкурс на сайте выберите какой-нибудь цвет для вашей упаковки чтобы она была узнаваема как у Тиффани как у Сюпинга то есть сделайте это ребята свяжитесь со мной поблагодарите меня за то что я открыла вам глаза и ваши уши прочистила что покупатель ваш он не просто вам говорит я уже кричу я ору за всех за всю страну за всю страну ребята у вас у вас бренд швейцарский производство российское а вы свои изделия упаковываете хуже китайцев хуже китайцев китайцы вас просто укатали укатали в асфальт своей упаковкой я прошу вас не надо позориться не надо позориться очень часто действительно люди покупают украшения на подарок и пусть это будет желаемый подарок и коробочки которые будут храниться годами может быть десятилетиями может быть даже кого-то столетиями пусть эти вещи радуют ваших покупательниц они разочаровывают а то пока едет по дороге уже сломается понимаете я надеюсь что я все все объяснила вроде бы все высказала все все что было на сердце у меня ну вот так вот зрителям я прошу еще раз пишите ваши комментарии если у вас есть какие-то претензии я надеюсь что представители бренда обязательно прочитают комментарии может быть сделают какие-нибудь выводы вот может быть это будет толчок для чего-то нового для каких-то свершений чудных для того может быть это будет именно толчок для того чтобы бренд Соколов наконец-таки сделал себе какую-то особенную упаковку и был действительно брендом а не ширпотребом ребят пока вы продаете украшение вот в этом вы ширпотреб вы не бренд вы ширпотреб это мое субъективное личное мнение до тех пор пока вот это или просто зип-пакетики это ширпотреб это не бренд ювелирный собственно на этом сегодня все я оставлю ссылочку на статью на сайте Соколов кому-то надо я оставлю просто ссылочку на сайт Соколов в общем девчонки и мальчишки пишите ваше мнение если со мной захотят связаться представители бренда Соколов то вы можете легко меня найти через мою группу ВКонтакте ссылочка тоже есть внизу в описании под видео ну а на этом сегодня все как обычно всем желаю всего хорошего мира и добра и пока-пока и пока-пока